Действия украинской стороны, открыто нарушающие минские договоренности, упорно не замечает Вашингтон. Представитель Госдепа США на очередном брифинге вину за обострение ситуации возложила на ополченцев. При этом, как и следовало ожидать, никаких доказательств представлено не было. А при вопросе про обстрел Донецка 3 июня ушла от ответа. По нашей оценке, основанной на отчетах ОБСЕ и других источниках информации, большинство нарушений режима прекращения огня были совершены силами сепаратистов. Вы можете привести примеры этих нарушений, которые Вы видели в докладах? Они говорят о конкретных инцидентах в конкретном городе, но не возлагают вину. Тогда почему Вы сделали такой вывод? Если у Вас цитата из пресс-релиза ОБСЕ, где бы говорилось, что одна из сторон несет ответственность за подавляющее большинство нарушений. ОБСЕ не возлагает вину за нарушения, они лишь указывают, где нарушения происходят, и не говорят, кто их совершил. Так это Ваш анализ без конкретных примеров, но Вы никогда не критикуете ту сторону, которую поддерживаете? Как я уже говорила, большинство нарушений совершается пророссийскими сепаратистскими силами. Это означает, что меньшинство совершается другой стороной. Можете ли Вы что-нибудь сказать о недавнем массированном обстреле Донецка? Я должна уточнить этот вопрос в своем офисе.